Ничего плохого, только слива Вот так пахнет сливовое варенье Вот обычное сливовое варенье домашнее Вот такой вот аромат Вот так вот Друзья мои дорогие, всем привет! С вами, как всегда, самогончик Витальсон И сегодня я буду ставить брагу, сливовую и манго Это у нас получается глюкозно-фруктовые сиропы Глюкозно-фруктовые концентраты Подготовил я две бочечки Сейчас нам нужно в каждую бочку налить по 25 литров воды И вылить по две канистры сока Использовать буду вот такие вот турбодрожжи Прошу не путать их с обычными хмельными дрожжами Здесь в пачечке 100 грамм Производитель меня заверил, что это дрожжи просто бомбические, просто великолепные Бродят на ура Но вот заодно и дрожжики Эти протестирую Вот она бочка 25 литров я сюда залил воды Примерная температура воды 35 градусов Сейчас сливовый Так, давайте, наверное, поболтаем его Погнали Вот, видите, какого цвета Вот такой вот сиропчик Выливаем вторую канистрочку Вот, видите, какой сиропчик Вкусняшка Я думаю, должна получиться вкусняшка Канистрочки я ополоснул Все сюда вылил Итак, что у нас получается по плотности 20, раз, два, три, четыре 24,5, почти 25 И добавляем дрожжики Дрожжи Вот, смотрите, как они там внутри выглядят На запах Пахнут Аскорбинкой Вот таким вот, нехитрым образом Просто сюда дрожжи высыпаем Не надо ничего там разбраживать Заниматься всякой этой ерундистикой Все Пачку дрожжей Высыпали Ну и, в принципе, по идее, можно и даже не перемешивать Они и так сами все разойдутся Так, теперь приступим к синей бочечке Сюда будем манго Очень душистый Ай-яй-яй-яй Вот эту штучку надо снять Сейчас упадет Очень душисто И вторую канистрочку Вообще вот Я вам сейчас прочитаю этикетку Сироп с соком манго ГОСТ 28499-2014 Состав Сироп глюкозно-фруктозный Концентрированный сок из манго Регулятор кислотности Лимонная кислота Все Больше тут ничего нет Никакой Ах, блядь, химозы Это получается слива Это манго По объему получается 35 литров В общем, можно в 37-литровом кубе перегонять По плотности получается 25 Дрожжи одинаковые Что здесь, что здесь Вот такие вот канистрочки Пустые Остались Канистры у меня еще С соком достаточно много Будем пробовать разные вкусы Вообще прекрасно То раньше я брал концентрированный сок Потом покупал Декстрозу Все это смешивал Выходило очень дорого Здесь выходит Гораздо дешевле Прошло всего лишь Два часа Посмотрите Как мощно идет Процесс брожения Это манго Я его поставил Под гидрозатвор Бурлит Как ниагарский водопад Пошлите посмотрим Сливу Слива У меня стоит Без гидрозатвора Просто под крышечкой И вот так вот Бродит Замечательно Такие бульки Пенка Ну всего лишь Может сантиметр Максимум Сейчас дуну Вот видно Отлично Запах Стоит Обалденный Ароматы Такие Сливовая брага Отбродила полностью И пришло время Ее Перегонять Вот смотрите Какая Брагулечка Она уже Осветлилась Дрожжики все Осели На дно Так Это у меня 50 литровый Куб Перегонять буду На аппарате Люксталь 7М Вот Медная царга На медной царге Естественно В данный момент Примоток Сейчас поставлю Царгу Узел отбора Угол И один холодильничек Больше ничего не надо И Медленно Медленно Перегоняем Посмотрим Сколько получится Браги Вернее Сколько получится Выход спирта Сырца С браги Ну а в аппарате Я уверен Это уже Не первый Перегон Царгу Сверху Не стал я Не мыть Не протирать Ну это И ни к чему Пока что Все в работе Так Ну ладно Меньше слов Больше дела Собираю аппарат И погнали работать Аппарат Аппарат Уже в работе Изначально На 3,5 кВт Я разогнал Сейчас Поставил на 2 И на 2 кВт Буду вести Весь отбор Дело в том Что здесь Огромная скорость Не нужна Как на сахарной браге Здесь нужно Все делать Не спеша 2 кВт Вполне достаточно Так Вот я думаю Видно Какая струйка Там у нас идет Вот это Будет Самое то Что нужно Вот из такой Из фруктово-ягодной Какой-то браги Спешка Совершенно Ни к чему 2 кВт Самое то Итак По аппарату Царга 50 см В царгу Я поставил 5 медных Пыжей И 6 медный Пыж Я поставил В узел отбора Итого 6 медных Пыжей В данном варианте Никакую Укрепляющую Способность Они несут Не несут А лишь Только Они нам нужны Для очищения Нашего продукта Дабы Очиститься От Всяких Сернистых Соединений В общем От всякой Ненужной нам Бяки Сверху Стоит Кран Который В данном варианте Выполняет Роль заглушки Далее Термометр В паропроводе Далее Уголок И один Теплообменник Одного Теплообменника Более чем Достаточно Два Здесь Совершенно Ни к чему Совершенно Не нужно Итак Какая Моя задача На данном Этапе На 2 Киловатах Отобрать Весь Спирт До нуля Который Имеется В браге Ну и потом Уже Приступить К дробному Перегону С браги Я Не отсекаю Ни голову Ни хвосты Отбираю Все в одной Емкости До нуля Пока Ну максимум 2 Может 3 Процента Спиртуозности В кубе А так вообще До нуля Все отбираю Вот такой Вот В таком варианте Так собран Аппарат Ну что ж Давайте Работаем Сейчас попозже Еще включусь Чуть-чуть Замеряем Какая идет Спиртуозность Как вообще На аромат Сейчас пока Что спиртуозность Мерить не буду Вообще Это ни к чему Сейчас вот Давайте Литров 5 Наверное Отберем И потом уже Посмотрим Какой ароматик И какая Спиртуозность Но брага Была Довольно таки Ароматная На вкус Горькая Не грамма Сладости В браге Не было Все отбродило Великолепно Вот накапал Вот накапал Я 100 грамм 100 миллилитров И в данный момент Спиртуозность Идет 49 Так 49 Это нормально Сейчас Давайте посмотрим Какая температура Но идет Прохладный Довольно таки Сейчас опустим Термометр На плите Все те же 2 киловатта Ничего я не менял 5 литров Уже Вот как видите По отметочке Набежало Все идет По плану Все Хорошо Так А температура У нас Вот Прекрасно Температура 19 градусов Самогончика Идет Даже чуть меньше Ну Возьмем За 19 Так что Полтинничек 18,7 Полтинничек Точно Есть Сейчас В струе При том Что я Отобрал 5 литров Великолепно Все Пока что Меня устраивает Ну Че ж Работаем Дальше Так Ориометр Показывает 43% 43% Это Общая Крепость Я закончил Перегон Браги Спирцией Получилось 11 Литров Ну Где-то Может 11 Литров И 200 Миллилитров Так Вот Она Баночка Сейчас Все Покажу Вот Она Бутыль Вот 11 Литров 43% А А По Температуре У нас Сырец Сколько Так 24 Ну Пусть Будет Даже 24 Так Что Где-то 23 И 5 Ну 23 5 В общем Температура Серца 23 5 43 Процента Спиртуозности 11 Литров Все Дробный Перегон У нас Сейчас Будет Все равно Вот это Царга С мочалками Хоть здесь И прямоток Никакого Дефлегматора Нет Но оно Дает Небольшое Естественное Укрепление Вот Хотя Очень слабое Потому что Температура На кухне У меня 28 Градусов Вот Ну Все равно Там Может быть Пару градусов Какое-то Укрепление Дает Пару процентов Но Не более Того Ладно Все Сейчас Разбираю Промываю Кстати Вот здесь Уже Новую РПН Прокипятил В лимонке Вот Сейчас Буду Собирать Аппарат На Дробный Перегон Помыл Я аппарат Ох Запыхался Весь Итак Вот Я уже Разбавил В 50 Литровом Кубе Спирт Сырец Разбавил До 15 Процентов Спиртуозности Сырец Получился Очень Ароматный Очень Душистый Вот Мне Чем-то Напоминает Сливовое Варенье Вот Так Пахнет Когда Вот Просто Обычное Сливовое Варенье Не сок А вот Именно Варенье Ну Обалденный Так Аромат Так Собираю Аппарат И пора Уже За работу Опять На улице Уже Стемнело А я Продолжаю Работать И так Собрал Аппарат Его В такой Конфигурации Первую От Куба Поставил Стеклянную Царгу В ней Полтора Медных Пыжа Вот Такие Вот Один Маленький Пыжик Второй Целый Далее Медная Царга Ну а далее Все Как прежде Узел Отбора Один Холодильничек И Кран Выполняет Роль Заглушки Так называемый Высокий Подстил В таком Варианте Без Каких Либо Дефлегматоров Я сейчас Буду Отбирать Ароматный Продукт На Маленькой Скорости Сначала Отберу Головы Примерно Наверное Ну может быть На 700 Ватт Где-то Я так думаю Ну дальше Посмотрим А в данный Момент На 3.5 Стоит Это у меня Сейчас Пока Куб На Разогреве Как только Температура Подымется Сразу Убавлю В общем Не совсем Покапельно Как при Ректификации А чуть-чуть Побыстрее Головы Будем Отбирать Грамм 400 Я думаю Наверное Отберу Ну Грамм 300 400 Этот Продукт Этот Дистиллят Пойдет В бочку Не забывайте Об этом Он Для бочки Потом Буду Отбирать Тело До Какой Спиртуозности Опять же Сейчас Сказать Точно Не могу Но Наверное До 50 Примерно Так В общем Все Буду Ориентироваться Как всегда На свой Нос На нюх Так Поставил Вон Там уже Приемную Емкость Под головешки Повторюсь Спирцерец Получился Очень Ароматный И надеюсь Что сейчас Также Я отберу Ароматное Тело И все Это Потом у нас Пойдет В бочечку Будет Очень Интересная Заливка В бочку Но Об этом В следующем Видео Итак Ждем Когда пойдут Первые капельки И отбираем Головы Итак Убавил я Температуру До 700 Смотрите Какой идет Возврат Флегмы Это видно В царге Здесь Поставил Термометры Все работает Все прекрасно Головешки Ну Они только Начали Вот там Капать Вот они Только Только Пошли Запах Я и так Чувствую Что Ужаснейший Ацетон Ацетон Ацетонище Так Ну Сейчас Вот На 700 Попробую Если нормально Будет То буду Отбирать На 700 Если нет Ну То Чуть Чуть Добавлю Вот Стеклянные Царги Прекрасно Видно Как Идет Возврат Флегмы Вот Очень хорошо Это видно Вот Так Так Ну Что Главное Здесь Не Торопиться Главное Не Торопиться Спешка Здесь Не Нужна Ну И Покапельно Как при Ректификации Отбирать Тоже Не Надо Можно Чуть Чудочку Побыстрее Ну Что Отбираем Головы Далее Ароматное Тело Добавил Я 100 Киловат 800 Сейчас На индукционке Так И Вот Очень хорошо Видно По вот Этой Стеклянной Царги Как идет Ну Достаточно Такой Неплохой В данном Варианте Возврат Флегмы Вот Смотрите Сами Все Видите Прям Так Вот Струйкой Даже Вот Она Флегма Бежит Вот Таким Вот Образом Все Это Дело Происходит У Нас Так 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 Ну Здесь Все Нормально И По Скорбе Отбора Голов Вот Такие Вот Капельки Вот Такие Капельки Это Вполне Себе Нормально Медленнее Не нужно Медленнее Совершенно Ни К чему Так Что Отбираем На 800 А На одной Царге Когда у меня Стояла Одна Царга Медная Без Стеклянной Я Отбирал Голову На 700 Так Что Запомним Это Вот Такой Режим Под Стил Только Скажем Так Высокий И С Неэффективной Насадкой Ну Ее Тут Совсем Чуть Чуть Так Все Работает Все Прекрасно Ладно Отбираем Головешки Как Отберу Поставлю Попугайчик Вон там У меня Попугайчик Стоит На банку Ну и Будем Уже Вкусняшку Отбирать Головы Идут Вонючие На первом Месте Ацетон А так Как Спирцерец Я Разбавил До 15 Процентов То Он у нас Низкоспиртуозный И Получается Что Вместе С головами У нас Выйдет Большая Часть Изоамила Вместе С головешками Сейчас Вот Получается Ацетон На первом Месте А сейчас Чуть 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 Уголов Отберем И потом Будет Очень Хорошо Заметно По запаху Что Первое Место Ацетона А потом Уже Изоамил Такой Вот Характерный Будет Запах Так Что Весь Конечно Его Отобрать Это Нереально Но Большая Часть Все таки У нас Выйдет В начале Перегона То Что Нам И Нужно Ребят Не обращайте Внимания У меня Окно Открыто Автомобили Там Ездят Извиняюсь За шум Но просто Дома Очень Жарко Так 500 Миллилитров Я уже Голов Отобрал Сначала При Отборе Когда Только Начал Отбирать Головы На первом Месте Был Ацетон На втором Месте Были Изо Спирты Далее Когда Где-то Грамм 300 Уже Отобрал Миллиграмм 300 Ацетон Практически Ушел И на первое Место Изо Спирты Стали А А Вот Сейчас Вот 500 Миллилитров Уже Все Я Ни Ацетона Ни Изо Спиртов Не Чувствую На первом Месте Спирт Хороший Хороший Запах Спирта А Далее Такой Сладко Фруктовый Сладко Фруктовый Ягодный Но Так как Крепость Большая Я не могу Сказать Что Это Конкретно Слива Потому Что Большая Крепость Это Нужно Разбавлять Так Отбор Голов Сейчас Я буду Заканчивать На 800 Так И Отбирал 800 Ватт На Плите Смотрите Что Еще Получается Я Уже Ранее Показывал Вот Сейчас Буду Отбирать Тело Буду Тело Отбирать Через Попугайчик Но Как Я Показывал Как Проверять Тело Уже Когда Спиртуозность У нас Упала Допустим Там 55 Где-то Когда мы Растираем Вот так На руках Нюхаем Мы Можем Отчетливо Не понять Что там Присутствуют Хвосты Но Стоит Нам Накапать Вот Накапать Прям Из-под Струи Разбавить Градуц До 20 Чтобы Очень Слабый Спиртовой Раствор Был Если Есть Там Какая-то Бяка Она Сразу Проявится Так что По ароматам Лучше Всего Смотреть В Разбавленных Низкоспиртуозных Таких Растворах Там Все Эти Бяки Они Проявляются Очень Быстро Проявляются Как Хорошие Вкусняшки Какие Нам Нужны Так И Всякая Гадость Очень Быстро Проявляется Так Сейчас Что Я Делаю Сейчас Я Ставлю Попугайчик Чтобы Контролировать Крепость В принципе Достаточно Удобно А Прошлый Раз Когда Я Перегонял Виноград То До 45 Вроде Я В струе Даже Добрал Было Был Очень Такой Очень Ароматный Хвосты Долго Не подходили Блин Собаки Замучили Гавкать Под окном Хвосты Долго Не подходили Ну И Хвосты Они Что Там Что Здесь Они Не Будут Даже Хвосты Такими Вонючими Потому Что Здесь Нет Сахара А Здесь Что В том Случае Что В этом Случае Здесь Фруктоза Глюкоза А здесь Сахара Конкретного Вот этого Свекличного Нету От него Вот это Вонище Идет Вот эти Хвосты Вот этот Духан А Притом Дрожжи Турбо Турбо Дрожжи Следующего Кстати Браво Поставлю На Фруктовых Турбо Дрожжах Вот Смотрите Какой Идет Возврат Флегмы Довольно Так Интересный Так Сейчас Я Отвлекся Сейчас У меня 800 Добавляю До 1200 Так Добавил До 1200 У меня На плите Шах 100 Вот 1200 Я В прошлый Раз Гнал Сейчас В принципе Посмотрю Вот Так Надо Баночку Повернуть В эту Сторону Чтобы Было Видно Сколько Отбирать Дай Бог Памяти Вообще По Спиртуозности 4600 С чем-то 4600 Там С чем-то Получилось Абсолютного Спирта В данный Момент Ну вот 500 Где-то 520 Миллилитров Голов Отобрал Так На 1200 Поставил Но я думаю Пока На 1200 Посмотрю Сейчас Какая Струйка Но Тут Спешить Ребят Спешить Не надо В данном Варианте Когда На Таком На подстиле На Прямотоке Можно Сказать Это Дистиллят Здесь Никакого Дефлегматора Ничего Нету Здесь Только Все Естественным Так Согласно Но Струйка Побежала Нормально Здесь Торопиться Не нужно Пускай Лучше Чуть Чуть Помедленнее Чем Чуть Быстрее Спешка Здесь Не Нужна Так Ну Сейчас Поднаберется Здесь Маленько Отбор Пойдет И Тогда Уже Покрупнее Покажу Спиртуозность Ну И Все Давайте Друзья Работаем Ну Вот Начало Отбора Где-то 80 Если Быть Точным Где-то 83 83 В данный Момент Идет Так Давайте Сейчас Посмотрим Что Температура Нам Покажет Так 1200 Как я и Сказал На Индукционке Сейчас Покажу Вот 1200 Больше Прибавлять Не буду В самый Раз 1200 В самый Раз Так Ну Дистиллятик Идет Холодный Как вы Видите Прекрасно 19 18 Вот С лишним 18 5 Ну Возьмем За 18 Градусов Не Буду Я Дальше Пускай Будет Вот За 18 Градусов Возьмем Но Даже Меньше Нормалек Все И Получается Спиртуозно Сейчас Естественно Будет Резко У нас Падать Сейчас Я Вот Приготовил 70 Десятый Давайте Давайте Сразу Его Сейчас Вот Так Сразу Его Поставим Сюда Это У нас От 40 До 70 Пока Он Утонул Ну В принципе Сейчас На Особо Мерить И Нечего Вот Сейчас Покажу Струйку Я думаю Будет Видно Через Банку Вот Такая Вот Струечка Вот Она Бежит В таком Режиме Все Отбираю Аппарат Вообще Справляется Уже Не Первый Отбор У меня Идет И Именно Дистиллята На Этом Аппарате И Спирт Можно И Дистиллят Можно Все Что Угодно Можно Ну Смотрите Возврат Флегмы Какой Идет Вот Все Прекрасно Видно Вот В этой Стеклянной Царге Вот 1200 Я Добавил Прекрасный Возврат Флегмы Такой Все Великолепно Все Видно Тут Все Отлично Видно Вот Она Струйка Бежит Работа Кипит Работа Идет Все Прекрасно Так Ну че ж Пока До полтинника До 50 В струе Буду отбирать Точно Это 100% Потому что Повторюсь Это для бочки Ну а дальше Подключаем Свой нос И нюхаем Так Ну вот Уже Чуть Больше Полутора Литров Набежало Ну Еще Не всплывает Пока что Ариометр Который От 40 До 70 Еще Хотел Опять же Пару слов Сказать По поводу Себестоимости Разного Дистиллята Вот все там Дорого 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 Там Канистры Дорого Допустим Концентрированный сок Взять Живой Там Какой-то Фрукт Или ягоду Взять Дорого Это дорого Это дорого А я так скажу Ну Ничего Это не дорого Вот Приведу Простейший Пример Буквально Недавно Вот на этом Аппарате На Люксталь 7М Я Делал Дистиллят Из Концентрированного Сока Красного Винограда С добавлением Декстрозы У меня Получилось Если Пересчитать В 43 Процентный Продукт Вышло 10 литров Получается 10 литров Это 20 бутылок По 0,5 43 Процентного Дистиллята Который Сейчас Стоит У меня На Хересных Брусочках В дальнейшем Пойдет В бочку Вот смотрите На Брагу Было Потрачено 3000 Рублей Если Брать Денежный Эквивалент Что Я истратил На Брагу Я не беру Там Электричество Воду Это Все Просто Не в счет В моем Варианте Просто Деньги Не беру Опять же Время Просто Деньги Затрачить На Брагу 3000 Рублей Я истратил Получил Я 10 Литров 43 Процентного Дистиллята Это 20 Бутылок По 0,5 Это Получается 150 Рублей Бутылка Если Брагу Брать Если Взять Деньги Которые Я потратил На Брагу Получается 150 Рублей Бутылка 0,5 Великолепного Отличного Прекрасного Дистиллята Из которого Получится Великолепный Аля Коньячок Ну разве Дорого Я не говорю О затраченном Времени Да Вот это Все Невосполнимые Ресурсы А чисто Вот Конкретно Финансовая Составляющая Вопроса Потому Как Многие Спрашивают Многие Задают Вопросы И Потом Сами Себе Отвечают Ой Нет Это Дорого Да Разве Это Дорого Вы Посмотрите Сколько Стоит Дешевый Плохой Коньяк В магазине Посмотрите Ну Дешевле 500 рублей Наверное Нету А здесь За 150 Рублей Даже Возьмем 200 Закинем Сюда Все Остальные Расходы Даже Возьмем 200 Рублей За бутылку 05 Прекрасного У меня Нет слов Одни Эмоции Вообще Конечно Сам Весь Вот Этот Процесс Наши Хобби Все Это Бесценно Я считаю Бесценно Совершенно Деньгами Оценивать Совершенно Никак Нельзя Ну Вот Чуть Чуть Привел Немного Такой Сухой Статистики Ну Что Пока Что Все Замечательно Все Мне нравится Вот Пока Он Идет Крепкий Здесь Больше 70 В первую Очередь В первую Очередь Спирт Аромат Спирта Далее Уже Идет Фруктовая Сладость Но Не Совсем Понятная Чтобы Нам Именно Понять Что Это Что Это Такое Как Я уже Говорил Что Нужно Сделать В данном Варианте Просто Чтобы Понять Вот Какой Идет Какого Аромата Идет Продукт Сейчас Тут Никаких Хвостов Там Вонища Вот Это Ничего Нет Что Мы Делаем Очень Просто Вот Не Обязательно Даже В Обычную Какую Нибудь Емкость Берем Вот Так Немного Накапали Одеваем Обратно Одеваем Обратно Сейчас Чуть Чуть Водички Чуть Чуть Совсем Водички Вот Из Чайника Примерно Чтобы Получилось Ну Процентов 20 По Спирту Вот Так Вот Разбодяжить И Понюхать А Вот Он Совсем Другой Аромат Совсем Совершенно Другой Вот Сейчас Я Чувствую Отлично Отчетливо Я чувствую Сливу Отчетливо Чувствую Сливу Вот Она На первом Плане Слива Спирт Ушел Спирт Ушел Потому Что Здесь Получается Низкоспиртуозная Уже Жидкость И Вот Она Слива Ничего Плохого Только Слива Вот Так Пахнет Сливовое Варенье Вот Обычное Сливовое Варенье Домашнее Вот Такой Вот Аромат Вот Так Вот А когда У нас Допустим Тут Пятьдесят Где-то Будет Струя Так же Можно Сделать Так же Вот Понюхать И Если Там Какие-то Будут Ванюнчеры Уже Вот Эти Хвостовые То Они Вообще Вылезут Прям Сразу Они Проявятся Сразу Вылезут А Сейчас Вот Прекрасно Такая Вот Сливовая Вот Эта Фруктовая Свежесть Я думаю Замечательный Продукт Получится Тоже На брусочки Его Наверное Пока Поставлю А дальше Там Посмотрим Вообще У меня Есть Мысль Такая Прошу Прощения У меня Есть Такая Мысль Получается Слива У меня Дальше Пойдет Манго Дальше Пойдет Яблоко Дальше Пойдет Белый Виноград Вот Это Все Выгнать Вот Таким Вот Способом Именно Дистиллят Без Задействования Всяких Дефлегматоров Именно Дистиллят Потом Вот Эти Все Четыре Дистиллята Смешать В один Такой Мульти Фрут Получится И залить Его В бочку Вот Так Вот Я думал Ну Интересно Мне Возможно Я Это Сделаю Ну Пока Что Еще Думаю Пока Что Так Мысли У меня Такие Если Что Ребята Напишите В комментариях Что Вы По Этому Поводу Думаете Просто Допустим Вот Та Самая Манго Его Получится Недостаточно Чтобы Заливать В бочку Ну По Объему И Что Делать Просто Поставить На брусках Ну Тоже Как Вариант Но Я Не Хочу Я Хочу Брать Именно Для Бочки Прекрасный Аромат Прекрасный Замечательный Вот Такой Аромат Ребята Перегон Закончил И Общая Крепость У нас Получается 68 Процентов Так 68 Процентов Где-то 5200 Может быть 5300 Вот Она Отметочка 5 Но Чуть Побольше При том Что Здесь Еще 100 Граммовая Колбочка Но Может быть 5300 Результат Очень Хороший Так Но Сейчас Корректировочку По Температуре Сделаем Сейчас Потому Что Дома Очень Жарко В Квартире Ночь Простояла Баночка 26 26 В общем 26 Получается Температура Отлично Отличный Результат Аромат Прекрасный А когда Разбавляешь Послабже Делаешь Вообще Ароматище Такой Ну Все Ребят Можно Подводить Итоги Перегона Закончил Я Где-то Часа В 3 Ночи Сейчас Вот Уже Утро В общем Все Нормальненько Так Что По Итогу 5200 Миллилитров Дистиллята Получилось Крепостью 65 При Температуре 20 Я уже Все Замерил Я уже Провел Корректировочку В общем Все Как Положено Если Пересчитать На 40 Процентный То Это Где-то Литров 8 Наверное Вот Выходит Ну что Результатом Я Очень Доволен Дистиллят Получился Даже При Такой Крепости Очень Душистый А Когда Я Попробовал Налил В Кружечку И Разбавил До 20 Вообще Аромат Проявился Просто Чудесный Смотрите Получается Что Я Сейчас Сделаю Я Взял У меня Хересные Бруски Средние Обжарки На Хересе В Хересе Вымоченные Я Сейчас Их Все Так Тут 35 Грамм Сейчас Я Сюда Брошу Ну и Пускай Они Таким Образом Пока Что Стоят Дальше Будет Видно Что Делать С Этой Вкусняшкой Разбавлять Пока Что Ничего Я Не Буду Как По выходу Я доволен В общем Получилось Смотрите С двух Канистр Вот Это С двух Канистр Прекрасный Результат Так По аппарату Ну по аппарату Все отработало Просто великолепно Вот такой Вот Высокий Подстил С медной Царжей Мне очень Понравился Все Вот так Вот Все Прекрасно Все стабильно Расход воды Как всегда Минимальный Вот эти Ну если Кто-то Вообще Там Супер Экономит Воду То Ставьте Еще Один Холодильник Ставьте Два Холодильника Подключайте Последовательно И вода Вообще Будет Там С волосинку У вас Течь Вот Но И Мне Хватает Вот так Вот С одним Вот этим Холодильничком Потому Как Я Просто Воду Не Экономлю У меня Счетчик Нету А Если У вас Счетчики Ставьте Два Холодильничка Так Что 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 Еще Причем Я говорю По поводу Выхода Прекрасный Получился выход При том Что я 500 Миллилитров Отобрал Голов И При 50 В струе Я закончил Отбор Остальное Пошло Хвосты Так что Выход Достойный Выход Отличный Сейчас Пускай Стоит Все это На брусочках Пока Что У меня Там Чача Тоже Стоит На брусочках Думаю Я Есть У меня Такие Мысли Вот Как Я Уже Говорил Из Четырех Разных Вкусов Перегнать Потом Возможно Все Это Дело Объединить Смешать И залить В 20 Литровую Бочку Но Пока Что Еще Не Уверен Буду Ли Я Так Делать Или Нет В общем Все Это Надо Хорошенько Пакумекать По поводу Аппарата Вот Опять В который раз Я вам Показал Что Люксталь 7М Можно Использовать Так Так же Как И ректификационная Колонна Пожалуйста Забиваем Вот этот Метр У нас Получается Стеклянная Царга 50 И царга Медная 50 Общий Метр Забиваем СПН Которая В комплекте Идет Все Получаем Чистый Спирт 96.6 Если Нужна Дистилляция Пожалуйста Высокий Подстил Низкий Подстил Как вам Угодно Вы Получаете Отличный Дистиллят Вкусный Ароматный Так что Универсальное Такое Оборудование А вот Я Работаю На нем Достав Из коробки Я Ничего Своего Сюда Вот При Дистилляции И так же При Ректификации У меня Видео Есть Я Ничего Сюда Не Добавлял Не Докупал Вот Все Что В коробке Было Вот Все Это Я И 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 Насадка Насадка Все Вот Чем В принципе И Хорошо То есть Коробки Достал И Погнал В Работу Мне Это Нравится Все Ребята На сегодня Закончу Следующее Буду Перегонять Манго Я думаю Манго Будет Еще Ароматнее Чем Слива Слива Ароматная Получилось Но Манго Я думаю Должна Вообще Просто Выше Всяческих Похвал Ну Хотя Кто Знает Кто Знает Ну Что Ж Друзья Мои Пришло Время Дегустации Вот Она Наша Сливяна 05 Я Отлил Перед Тем Как Поставить Ее На Бруски Убрать Стоит Вот Не Знаю Ну Пока Пускай На Брусках Стоит Ну А Дальше Будет Видно Что С Делать Сейчас Дегустнем Один Устнем Под Маринованные Домашние Помидорчики Вот Такие Вот Помидорки Вообще Результатом Я Очень Доволен Прекрасно Во-первых Аромат Ну Ну Как Я Уже Говорил Ранее Сливовое Варенье Чудесный Чудесный Аромат На Вкус Пока Еще Не Знаю Честное Слово Не Пробовал Это Первый Раз Пробовать Буду Буду Прям Перед Вами Разбавил Я Вот Эту Бутылочку Где-то 42-43 Наверное Здесь Получилось Но Не Стал Ее Убирать В Холодильник Она Комнатной Температуры А Для Того Чтобы Как-то Вкус Ну Более Раскрылся Потому Когда Холодную Пьешь Ну Как-то Она Провалилась И Ничего Такого Нет А Вот Когда Комнатная Температура Вот Вкус Вот Даже Аромат Они Как-то Более Более Раскрываются Но Это Как Вот В том же Получилось Прекрасно По Аромату Тоже Прекрасно По Аппарату Тоже Все Замечательно Как Я Уже И Сказал Ранее Что Можно Делать Как Ароматные Дистилляты Так И Ректификацию Чистый Спирт Не Доставая Вернее Не До Покупая Ничего А достав Аппарат Из Коробки Так Ну Что Ж Давайте Ребята Попробуем Что У нас Тут Получилось На Вкус На Запах Прекрасно Просто Великолепно Так Что Из Концентратов Вот Из Таких Пожалуйста Можно Ставить Это Получается Не Так Геморройно Как Ставить Из Живых Свежих Ягод И Фруктов Там Тут Здесь Все Достаточно Гораздо Проще Вот Вылил Воду Размешал Добавил Дорожжей Все Больше Нет Никих Проблем Ну Что Ж Пробуем Ребята Пробуем Аромат Чудесный Итак Отчетливо Вот Вот После Вкусия Отчетливо Слива Вот Когда Выпил Ну Какая Это Фруктовость А вот После Вкусия Отчетливо Чувствую Сливу Да Вот Вот Она Веч В принципе Пьется Очень Мягко Можно По идее Не закусывать Поесть Охот Если честно Что-то Кишка Еды просит А так Приятно Мне зашло Ребята Мне зашло В белом Виде Зашло А уж Если Поставить На Брусочки С Брусочками Не уверен Но думаю Будет Хорошо Но если Поставить В бочку Я думаю Будет Вообще Бомбическая Вечь Помидорчики Прекрасно Во Ребята Вот Честное Слово Очень Вкусно А Сегодня Читая Комментарии Наткнулся На Один Комментарий Чем Отличается Люксталь 7 От Люксталь 7 М Или В них Нет Отличий Ребята Будьте Любезны Пожалуйста На Канале Есть Обзор Люксталь 7 М Будьте Любезны Пожалуйста Проходите Смотрите И Там Все Отличия Они Явно Указаны Так что Ну Зачем Задавать Вопрос Когда Можно Элементарно Набрать В поисковике И Это Посмотреть Проще Один раз Посмотреть Чем Услышать Это Там Не Услышать Даже А прочитать Там Это От Меня В Письменной Форме Ну Что Ребята Все Великолепно Все Прекрасно Мне Все Понравилось Очень Вкусно Просто Приготовить Получается Вкусно Я Вам Ховорю До Свидания Быть Добру Два Пальца Вверх И до Новых Встреч Друзья Мои До Новых Встреч Субтитры Продолжение следует...